Распадом короткоживущих радионуклидов Стронция, Бария и Лантана объяснил Росгидромет повышение уровня радиационного фона в Северодвинске 8 августа. Сегодня ведомство отчиталось, что радиационная обстановка стабилизировалась. Сразу после взрыва на военном полигоне в районе села Нюнокса уровень радиации в регионе был в 16 раз выше нормальных значений. Миноборона России тогда заявила, что никаких выбросов вредных веществ в атмосферу не было, радиационный фон в норме. Врачей областной больницы, куда привезли пострадавших от взрыва, не предупредили о радиации при лечении пациентов. В итоге у одного из врачей в организме нашли радиоактивный Цезий-137. Специалисты Федерального медико-биологического агентства заявили, что он попал в мышцы доктора через пищу. Цезий-137 может накапливаться в рыбе, грибах, лишайниках, водорослях, заявили в агентстве. Однако на следующий день после приема раненых военные провели дезактивацию помещений и территории больницы. Врач Архангельской областной больницы сообщил журналистам, что военные изъяли всю документацию о больных с радиацией. Буквально в считанный час у нас все запасы йода спирсодержащего, 5% настойка, все препараты йодомарины, калий и адидосодержащие, все были скуплены. По официальной версии на полигоне под Северодвинском взорвалась ракета с жидкостным двигателем, в которой использовался радиоактивный изотопный источник питания. Основными альтернативными версиями остается испытание нового вооружения, которое анонсировал Владимир Путин в прошлогоднем послании к Федеральному собранию. Напомню, что тогда он рассказал о гиперзвуковой ракете, крылатой ракете неограниченного радиуса действия на ядерном двигателе, ракете донного базирования и подводном беспилотнике. По информации американских спецслужб, на полигоне испытывали новую крылатую ракету «Буревестник» с ядерным двигателем. По другой версии, изотопные источники энергии могут быть использованы для боевого дежурства ракет типа «Скиф». Это ядерная ракета с обычным жидкостным двигателем, которая скрытно находится в стартовом контейнере на дне океана до получения команды запуска. Именно для того, чтобы контейнер мог оставаться на боевом дежурстве десятки лет, там могут применять изотопные источники питания. В 2017 году бывший главнокомандующий Воздушно-космических сил России Виктор Бондарев заявил журналистам, что ракеты донного базирования «Скиф» уже входят в арсенал вооруженных сил. В пятницу «Рейтерс» со ссылкой на Норвежское независимое агентство по мониторингу сейсмических явлений НОРСАР распространило информацию о повторном взрыве 8 августа. Губернатор Архангельской области Игорь Орлов назвал эти сообщения очередным витком дезинформации.